Котельная 60 мегаватт. О том, что скрывают эти синие-белые стены комплекса, сегодня спешат узнать ветеранок реалитового завода. Этого дня полевчане ждали больше 10 лет. Все это время они жили в домыслах. Что же такое современный энергетический комплекс? Были вот эти вот все разговоры о том, что мы некачественно наполняем свою работу и вода некачественно уходит отсюда потребителю. Нам хотелось бы показать и доказать, что это совершенно не так. Идея эта возникла в мае месяце, но мы ее оставили на сентябрь месяц, после того, как начнем отопительный период. Первое помещение, куда ведет директор ПКК «Энергогостей» – цех химводоподготовки. Здесь установлено оборудование для ингибирования. Вот видите, каждый щелчок – это определенная доза. О чем я и говорила. Когда мы берем анализы, вот эти вот щелчки, они и контролируются именно от дозы. На один куб воды. Все это расчетным путем, все это делается через автоматическую пилу. А это уже лаборатория, где ежедневно специалисты компании проводят анализ воды, поступающей в сеть Южной части. Лариса Потапченко, директор ПКК «Энерго», все подробно рассказывает о методах и технологиях. Старается ответить на все возникшие вопросы. Вот сейчас вы собираетесь переходить на подземные воды. По жесткости вода не контролируется? Почему обязательно? И вот насколько более жесткая вода будет новая поступление? Ну, во-первых, по жесткости… Нет, я не сравнивала это, потому что на сегодня у меня нет таких как бы результатов. Вы в верхней часовской имеете в виду. Но когда предварительно разговор вели и когда защищают государственную экспертизу, я знаю, что она соответствует по всем параметрам. Тамара Попова много лет отработала в энергетическом цехе Креолитового завода. Была аппаратчиком химводоподготовки. И когда узнала, что руководство котельной организовало экскурсию, записалась одной из первых. Для меня было все очень интересно. Ну, вот родное все. Тем более здесь работает коллектив, который наш Креолитовский. Конечно, сейчас то, что было у нас, это совсем-совсем по-другому. И работа у них другая. И намного интереснее. И, конечно, впечатлило все. А вот Валентине Демьяновой было очень интересно узнать, какой поступает вода на котельную, сколько времени требуется, чтобы ее нагреть и очистить от взвесей и загрязнений. Я очень давно мечтала сюда сходить, но коли не было экскурсии, ну и может я не знала про них, поэтому я очень довольна. Мне нравится, во-первых, что чистота и порядок. Я увидела качество воды, какое поступает и какое после очистки становится. Я очень довольна. Я говорю, какой раньше мы водой мылись, она была грязная и мутная. И поэтому мы все нагреватели покупали, пользовались ими. А сейчас мы их даже не включаем, потому что вода очень чистая, прозрачная и светлая. Сегодня на смене Алевтина Санникова. Практически со всеми пришедшими она знакома лично. Не один год трудилась на котельной ПКЗ. И вот уже 4 года она работник ПКК «Энерго». Пришли, конечно, как говорится, ни к чему. А сейчас, в процессе вот этих вот лет, 4 лет, все замечательно. Я с удовольствием хожу на работу, потому что знаю, что я приношу для города. Вот полезное дело делаем, честное слово. И очень рада, что могу хоть какую-то лепту внести для того, чтобы жителям было хорошо. А это уже непосредственно. Котельная. Шумно. Работают котлы. Все автоматизировано. Современное оборудование позволяет до литра отследить расход энергоресурса. Ветераны стараются уловить каждое слово специалистов объекта. Мы очень довольны, что это сделали. Очень довольны. И я, например, вот от себя хочу сказать, что Ларисе Юрьевне я очень благодарна. Видимо, этот вопрос и ждал прихода этой женщины. По-другому я не расцениваю. Сколько обещаний, сколько красивых слов, сколько бесполезных всяких решений и так далее. И результат вот налицо. Вы видели его сами. Что еще? Только спасибо сказать вот этому коллективу. Это она руководит этим коллективом так, как надо. Лариса Потапченко признается, что не ожидала такой отдачи и заинтересованности от пришедших на экскурсию. Очень много было вопросов по химводоподготовке. Люди пришли сюда подготовленные. Это бывшие сотрудники Креолитового завода. Если честно, я не ожидала. Поэтому Еременко Григорий Михайлович мне очень активно помогал отвечать на все вопросы. Люди очень любознательные. Для меня это вот сегодня какая-то, не знаю, новая страница, по-моему, в моей жизни. После ветераны отправились на территорию Полевского Креолитового завода, вспомнили о трудовых буднях, далее был организован обед и просмотр фильма об истории завода, которому накануне исполнилось бы 115 лет. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, Новости 11 канала. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, Новости 11 канала.